Здравствуйте, дорогие любители восточных шахмат! Сегодня мы поговорим с вами о двойном ударе. Я все-таки решил сделать отдельный урок, посвященный данной теме, потому что, во-первых, двойной удар в китайских шахматах встречается на самом высоком уровне и достаточно часто. А во-вторых, двойной удар имеет свои особенности в санци, и это позволяет глубже постичь тайны этой прекрасной игры. Двойной удар, который ставит одна фигура, обычно мы называем вилкой. Давайте посмотрим на экран. Здесь вы видите сразу много вилок. Красный советник ставит вилку на две черные ладьи, красный слон на две черные пушки, красная пешка, перешедшая реку, угрожает сразу двум коням черных, а черный король напал на обоих красных коней, и одного из них он собьет. Как иллюстрирует данная позиция, вилки в китайских шахматах могут ставить все фигуры. И начнем мы с пушки, так как эта фигура является фишкой китайских шахмат. В позиции на экране красными играл экс-чемпион мира Жао Горон, а черными известный шанхайский гроссмейстер Си Цзинь. Ход черных, и они ставят ловушку. Как ни странно, экс-чемпион мира в нее попадает. И теперь следует нехитрый удар. Увидев этот ход, красные моментально сдались, но мы продолжим вариант взятия. И теперь на любой ход черные забирают ладью красных и остаются с лишней фигурой. В следующей партии красными играл знаменитый, великий, ужасный Ху Жун Хуа, а черными гроссмейстер Дзян Чуань. Тоже очень известный игрок, какое-то время возглавлявший мировой рейтинг лист. Как ни странно, даже такая знаменитость, как Ху Жун Хуа, может попасться на двойной удар. Своим следующим ходом черные сдвигают пушку, готовя тактическую идею. Красные продолжают усилять свою позицию и попадают под удар. Жертва пешки. Теперь следует массовый размен по внешнему ребру и пушечная вилка. Красные остаются без одного из своих коней. В партии последовал следующий ход. Черные остались с лишней фигурой и реализовали ее. В следующей партии за красных играл многократный чемпион мира Лу Чин, а за черных известный гроссмейстер, экс-чемпион Китая Ю Ю Хуа. Используя тактический мотив, красные устремляются своим конем к локтевой позиции. Только посмотрите, у красных под боем сразу две фигуры, пушка и конь. Но они ничего не боятся. Черные должны уничтожать коня, потому что он очень опасен. И красные заготовили и пушечную вилку. Теперь или ладья, или мат. Черные выбирают отдать ладью. Через несколько ходов сложилась такая ситуация. На доске не все просто. У черных достаточная компенсация. Две фигуры и пешка, перешедшая реку за ладью. Но тем не менее, красным удалось одержать победу в этой партии. Пушка, и мы уже говорили об этом, обладает уникальными способностями. В том числе, она может ставить уникальные двойные удары, которых нет ни в одном другом виде шахмат. Я хочу вам продемонстрировать так называемый ленивый двойной удар, когда фигура ставит вилку, не сходя со своего места. Казалось бы, в позиции на экране у черных большой перевес. Но ход красных это все переворачивает с ног на голову. Шах. С одной стороны красные утончают экран, убирая коня с линии атаки. А с другой стороны они создают его. Получается, что у пушки теперь два равномерных экрана, в каждом из которых по одной фигуре. И следующим ходом она заберет ладью соперника, так как черные вынуждены защищаться от шаха. Следующий тип двойного удара, характерный только для санцы, я назвал косвенным. В позиции на экране красные могут сбить слона черных, и они объявляют шах. Теперь, куда бы ни пошли черные, они обязательно теряют одного из коней. Ну, например, если они отойдут советником вправо, мы заберем правого коня черных. Если же они отойдут советникам влево, то мы заберем левого коня. Обратите внимание, в данной позиции двойного удара нету, потому что красные нападают только на короля черных. Но как бы ни пошли черные, это приведет к захвату еще одной фигуры. Поэтому этот двойной удар называется косвенным. Следующая позиция возникла в партии двух китайских профессионалов. Красными играл Сучао, кстати, действующий чемпион мира на данный момент, а черными Нити Вен. У красных нет фигуры, но есть достаточная компенсация в виде атаки и съеденных слонов черных. Но они решают еще больше усугубить позицию. Сдвигая пушку. Теперь, казалось бы, черные могут съесть пушку красных. Тогда у них станет две лишние фигуры. Но черные так не сделали, потому что в данном случае красные забирали бы советника черных. Теперь красные угрожают ладье черных, и у черных есть только два варианта избежать этого нападения. Сначала рассмотрим ход королем. Черные поднимают короля. Но тогда мы объявляем шах ладьей, и это косвенный двойной удар. Черные вынуждены опустить короля, и мы забираем ладью. Так же черные могли бы поднять ладью. Но тогда опять вскрытый шах, и опять же с косвенным двойным ударом. У черных единственный ход, и снова ладья под боем, которую мы забираем. Поэтому в данной позиции черные не польстились на пушку красных, а просто подняли своего короля. И после размена эта острейшая партия в конце концов завершилась в ничью. У любителей европейских шахмат вилки ассоциируются с другой фигурой, с конем. Кони есть и всянцы, и при этом они более коварные, чем их европейские собраты. Позиция на экране возникла в моей партии, сыгранной по интернету, после большого перерыва в игре. Я играл красными и совершенно неосторожно пошел конем. Хотя справедливости ради, моя позиция уже очень плохая. Черные моментально воспользовались этим и поставили коневую вилку. В прошлом я тоже играл в европейские шахматы и до сих пор иногда забываю, что конь в санцы может нападать на коня соперника и при этом сам не быть атакованным. Я сделал попытку сохранить фигуру. Теперь черные не могут брать коня, потому что красные нападут. И если конь убежит, то последует вскрытый шаг пушкой с потерей ладьи черных. Однако черные не обязаны брать коня моментально. Они предлагают размен пушек, которые я принять не могу. Если красные меняют пушки, тогда конь все равно под боем и теперь он не может спастись. Потому что черные заматуют красных. Поэтому красные уклоняются от размена. И пытаются снова создать угрозу двойного удара пушкой, чтобы отыграть коня. Но черные связывают красную пушку и теперь все старания красных идут прахом. Красные не могут отыграть коня из-за связки. Также они не могут отыграть фигуру, забрав черную пушку, так как теряют свою собственную пушку. Конечно, эту партию я проиграл. Коневые вилки в сянце тоже имеют свои особенности. Во-первых, есть ленивая коневая вилка, как и ленивая пушечная вилка. В позиции на экране красным достаточно убрать своего слона и образуется коневая вилка на две ладьи черных. С другой стороны, если мы рассмотрим половину доски черных, то конь черных нападает на две ладьи. Но это тоже особенность коневой вилки, что от нее можно защититься, в отличие от европейских шахмат. В данной позиции красные могут отойти одной ладьей и блокировать нападение на вторую. В следующей партии китайских профессионалов красными играл Мяо Ли Мин, а черными Жан Бин. Этот пример иллюстрируют как коневую, так и ладейную вилки. Ход черных. Они временно жертвуют ладью за легкую фигуру, но ставят вилку конем на две ладьи красных и отыгрывают одну из них. После этого небольшого вступления начинается настоящая игра. Черные забирают центральную пешку и теперь грозит взятие слона, так как образуется двойная связка. Красные уходят из-под связки, но черные забирают пешку и теперь грозит атака с фланга с выигрышем слона. Красные пытаются перекрыться. Теперь в ответ на шаг с донного ряда они готовы защититься пушкой. Допустим, если отойти королем, то теряется слон. Однако черные используют другую тактическую возможность в данной позиции, нападают на пушку красных и ставят ладейную вилку на короля и пушку. Вообще ладья это естественный враг пушек и подобными вклиниваниями она может доставлять им немало хлопот. Теперь от вилок мы перейдем к рассмотрению двойных ударов с участием нескольких фигур. В следующей партии красными играл Субин, а черными никто иной, как... Гроссмейстер Ван Тяньи, лидер мирового рейтинга. Красные прицелились на слона черных, но Ван Тяньи и не думает его защищать. Красные неаккуратно забирают слона и теперь следует интересный двойной удар. Так называемый удар экраном. С одной стороны конь нападает на пушку, а с другой он образует экран для черной пушки с нападением на красного коня. Это типичный двойной удар для китайских шахмат-санцы, которого нигде больше нету. В следующей учебной позиции ход красных. И они не создают экран, а наоборот его убирают. Красный конь отпрыгивает, разрывая связь между пушками. Теперь черная пушка с краю оказывается под боем красной ладьи, а конь ударяет по другой пушке. Тоже так называемый удар экраном. Еще один пример удара экраном из моей интернет-партии. Красными играл вьетнамский игрок, на сервере Вьетсон Ком мы играли, он неосторожно проатаковал меня по центру. Ну и теперь простой ход с двойным ударом. Черный советник служит экраном для черной пушки, в свою очередь стакует красную ладью. Красные предприняли последнюю попытку, и теперь правильным является взятие советникам с выигрышем. Если бы черные ошибочно взяли королем, то красные могли бы выиграть ладью по донному ряду. В следующей партии красными играл один из сильнейших гроссмейстеров современности, Жао Син Син, и он подготовил интересную тактическую операцию с двойным ударом. Сначала атакуется пушка черных, и она становится на не очень хорошую позицию, сейчас увидите почему. Теперь отскок конем с нападением на коня черных. Конь вынужден прыгнуть вперед. И, наконец, двойной удар. Пушка нападает на ладью черных, и в то же время вскрывает нападение коня красных на черную пушку. Черные, конечно, спасают ладью, но остаются без пушки. Вот такой интересный двойной удар с помощью вскрытого нападения и определенной предварительной игры. Следующая партия иллюстрирует интересные тактические возможности, связанные с двойным ударом. Хуан Клейуэй красными противостоял известному гроссмейстеру Сидзину, который играл черными. Красные неаккуратно прыгнули конем на берег реки, и выясняется, что после взятия они не могут его отыгрывать. Ну, например, если ладья возьмет коня черных, то следует вот такой двойной удар пушкой. Сквозной удар это тоже отличительная особенность пушки, но такой двойной удар есть, допустим, в японских шахматах Сёги с помощью копья. Теперь ладья вынуждена уйти, и черные просто выигрывают пушку. Поэтому красные блокируют коня черных, усложняя игру и откладывая его взятие на потом. Черные предлагают размен, красные уклоняются, и черные атакуют красную пушку на связке. Обратите внимание, это вскрытое нападение, так называемый ленивый удар на ладью черных с помощью красного коня. Наконец, красные улучили возможность отыграть отданную фигуру. Однако черные забирают вторую фигуру. Как теперь отыгрывать ее? Черные угрожают пушечным отпрыгиванием, поэтому красные защищаются. Но теперь следует вот такой двойной удар с помощью экрана. Черные возобновляют угрозу пушечного отпрыгивания, и в то же время угрожают красному коню. Эту партию черные, конечно же, легко выиграли. И еще один на сегодня последний пример из практики великих китайских гроссмейстеров. Красными играл Дзян Чуань, а черными Ван Тяньи. Центральная линия в этой позиции плотно застроена, в ней нет ни одного свободного пункта, и гроссмейстер Ванг начинает осаду красной пушки. Это срезание корня, о котором я рассказывал в нашем предыдущем уроке. Теперь красная пушка оказывается под боем. И следующим ходом идет вскрытый двойной удар. Черные открывают нападение ладьи на красного коня, и в то же время прицеливаются на красную пушку. Пушка уходит, но гибнет конь. Посопротивлявшись пару ходов, красные сдались. На сегодня все. До свидания.